Привет, друзья! В сети всплыли фотографии Radeon RX 570 и 580. И да, все подтвердилось. Это Polaris, а не Vega. Отличия в дизайне от референса 470 и 80 Родиона небольшие, но искать внешние отличия глупо. Главное, что под капотом. Ну и там, судя по характеристикам, основное преимущество перед предыдущим поколением более высокие частоты ядра. Ну и повышенные частоты памяти. В случае с 570. Этот офигенно четкий скриншот, кстати, фотография с экрана монитора. Будут ли чипы на 570 и 580 Родионе теми же, что и 470 и 480? С большей вероятностью да. Global Foundries, как производитель этих чипов, не анонсировала улучшенного техпроцесса, вроде 14 нанометров плюс, как это сделала Intel. Так что 570 и 580 Родионы можно смело назвать рефрешем. Межсем 18 апреля уже скоро. И именно тогда нам представят эти самые видеокарты. Правда, они пока не очень интересные, как новинки. Разве что цена будет еще привлекательней. А анонса Веги ждать еще месяц. Мобильные операционные системы все больше походят друг на друга. Потому что перенимают друг у друга наиболее интересные функции. Я вот даже не знаю, что перспективнее, Microsoft Continuum или Samsung Galaxy Dex. Обе технологии созданы для одного и того же и позволяют подключить к смартфону монитор, мышь и клавиатуру. При этом на мониторе будет показываться не экран смартфона, а полноценный оконный интерфейс. В случае с Windows все понятно. Универсальных приложений все больше и больше. А выйдут ли наработки Dex за пределы устройств Samsung, чтобы все Android смартфоны в какой-то момент получили удобный настольный интерфейс? Ну, пока это все может показаться какой-то игрушкой на час или сугубо корпоративной приблудой. Но мощность смартфонного железа растет, и если я смогу по воздуху подключить свой смартфон к любому телевизору или монитору в сети, чтобы поработать с моими файлами и документами, где бы я ни находился, не пользуясь чужими компьютерами, это будет здорово. Была бы поддержка на уровне софта. И Dex это, наверное, самое интересное, что показали на презентации Samsung Galaxy S8. Был еще Bixby, инновационный мобильный ассистент от создателей Siri, который теперь трудится на Samsung. Ну, про него вы тоже, наверное, уже знаете. Ассистент работает контекстно, понимает, где вы находитесь, с кем и о чем вы переписываетесь. И что вы ищете? И на голосовую команду «Эй, Bixby, скинь ей адрес» реагирует вроде как корректно. Скидывает девушке, с которой вы общаетесь, переписываетесь, о сообщении об ужине этим вечером. Адрес только что найденного ресторанчика. И тут два вопроса, даже три. Насколько хорошо это все будет работать в реальности? Будет ли поддержка русского языка и когда? И не слишком ли много будет знать о нас наш смартфон? Вот касательно последнего пункта, американцам уже можно беспокоиться. У них Конгресс уже одобрил продажу операторами, провайдерами, личных данных пользователей, третьим лицам, без ведома пользователей. Закон вступит в силу после подписания президентом. И так как смартфон все больше будет знать о вас, вероятно, и реклама в вашем смартфоне будет более таргетирована. Что касается самого Galaxy S8, главная его инновация – новый дизайн. Судя по всему, с ужасно неудобным хватом и вводом, если элементы управления или клавиатуры окажутся вплотную к границе экрана. Зато экран почти на всю фронтальную площадь. Камера вроде как та же самая, что и в Galaxy S7. Более мощный процессор, более мощная графика, емкость батареи не феноменальная, но можно ожидать меньшей прожорливости от внутренней начинки, так как перешли на 10 нанометров. Хотя не забывайте, что при активном использовании аппарата главный потребитель заряда – экран. А, ну еще не стали миниджек выпиливать, это прям вообще молодцы. Он так и есть, на нижней грани девайса. В общем, обновлений наскреблось не так много, но зато S7 подешевел. Налетай! В Apple решили обнулиться. Выходят новые устройства, которые не несут никакого порядкового номера. MacBook или iPad, просто iPad, например. И поговаривают, будто никакого iPhone 8 не будет. Apple, видимо, решились на концептуальное изменение смартфона. И сначала предполагалось, что его назовут просто iPhone. Но потом в Apple поняли, что их план рассекретили и официально опровергли слухи, раскрыв название. Это будет целый iPhone Edition. Это вообще глобальный тренд. Производители как бы хотят сбросить груз ошибок и избавляются от номеров. Меняют название или вообще бренд. А вот в какую ситуацию можно попасть? Идем на AliExpress выбрать смартфон от каких-нибудь Leica или Xiaomi. Прицелились уже воспользоваться кэшбэком Letyshops, который, как вы уже хорошо знаете, помогает нам экономить. На AliExpress, например, 5%, если речь идет об обычных днях. И увеличенный кэшбэк в честь каких-то мероприятий, как, например, прошедший недавно день рождения AliExpress. Ссылки для приобщения к кэшбэк-сервису Letyshops вы найдете в описании к этому видео. Так вот, начали вы выбирать, а китайцы подхватили общий тренд и назвали, допустим, ту же модель иначе. И вот поди, разбери, что там у них новее, или Pro 3, или какой-нибудь Pro Li, или что-то типа того. Ну, а новый iPhone Edition станет узнаваем. Он будет как новый Samsung S8. OLED-подобный дисплей почти во всю площадь, фронтальные панели, сенсор отпечатков пальцев теперь сзади, механических кнопок. И так уже нет седьмой версии, а теперь Home станет вообще виртуальной наэкранной кнопкой. Сдвоенная камера станет вертикальной. Некоторые из перечисленных утечек с завода Foxconn уже нашли подтверждение. Так что поклонники марки вскоре смогут увидеть в своем телефоне то, что так сильно ругали в Android-офонах, доказывая преимущество дизайна Apple. И на сегодня это все, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok